Всем привет, меня зовут Максим, я работаю в компании PowerSystems с промышлением. Но тема сегодняшней моей доклада на этом этапе – это изобилие. Многие себе представляют изобилие как нечто сфильческое, вакуумное и непонятное, но попробуем сегодня это сделать немножко разумеется. Плохо видно, но, короче, там машина под тенью. Значит, у людей есть мечта. У кого и нет, я не знаю, что это за человек. Обычно люди стараются прийти к своей мечте не меньше включающим путем, но не всегда это может выглядеть хорошо и принести какой-то результат. К примеру, вот что-то в этом роде. Значит, очень забавный сайт мы видим. Это продажи билетов через интернет. Ну, тут очень сложно что-либо сказать. Лучше закрыть и не видеть никогда. Когда человек слышит слово «изобилие» и дальше «тестирование», все как бы сфокусируются на слове «тестирование». То есть, ну, «тестирование», «тестирование», но как бы у нас есть тестировщики, пускай они тестируют. Хорошо. Ну, на самом деле, это не так. Если мы посмотрим на процесс обычной разработки сайта, значит, на первом месте у нас стоят экспертиза и проектирование. То есть, экспертиза – это когда мы определяем, значит, что, какие задачи должен решать наш сайт. Ну, тут собирается группа людей, соответственно, там с заказчиками вместе все это решают, обсуждают, значит, как придают кончисленные выводы и решения. Но последние два этапа обычно забывают или пропускают, ссылаясь на то, что нет времени и все такое. Вот. Но, на самом деле, это очень важные этапы. Значит, немного производительности «тестирования». На самом деле, это не фокус-группа, как умеете считать. Значит, фокус-группа – это когда пользователю, значит, пользователю говорят, пишите то, как вам было удобно, или был пользователь страниц этой, при этом не попробовав именно воспользоваться этим, там, стресс-айтом или приложением. То есть, вот спирается, как вам поведение, то есть, и что вы можете тут уложить, говорят. Ну, они ничего не знают из себя. Такие, ну, тут корова более коровистая, если, допустим, какую-то молочную продукцию брать. В общем, как это делается, если занимается тестированием? У нас сегодня много технических проблем. Значит, есть два метода – это «быстрый» и «основательный». «Быстрый» – это вы сделали несколько вариантов вашей страницы, вашего сайта, напечатали их, и выходите в коридор, ловите человека, говорите ему что-нибудь в этом роде, вот, и, значит, даете им макеты ваши, он будет, ну, сначала попользуется этим, то есть, посмотрит, как он… Даете ему задачи, то есть, если это интернет-магазин, значит, скажите ему, типа, «попробуй купить что-нибудь», то есть, убегите в Мичи здесь, положите в корзину, там оформите заказ и все такое. Вот, ну, то есть, делается такой быстрый на 5-7 человек, это будет достаточно для принятия очень неплохих решений окончательного прототипа. Вот так. Проще попромадить. Все, все, все. Основательный процесс тестирования – это когда вы ставите задачи, то есть, что должен решать этот ваш сайт. Даете пользователю установку, например, если отправить письмо, говорите ему, значит, там, купить, положить в корзину, там, и все такое. То есть, точечные какие-то действия, которые вы потом… которые у вас возникли, к которым у вас возникли вопросы, вот. Соответственно, если такие вопросы возникают, то нужно выучить этот непосредственно момент. Значит, наблюдаете за человеком, вы записываете его действия. После этого, после того, как что-то произошло, происходит процесс ампетина. Тут есть такая небольшая хитрость. Люди обычно редко заполняют поняк, которые представляют собой просто линию, где вот он должен что-то написать. Значит, в этой ситуации вы делаете просто какие-то чекбоксы. То есть, галочку проще поставить, чем что-то написать. Ну, и, соответственно, после этого этапа анкетирования собрались анкеты от всех человек, и уже реализируете какие-то, принимаете решения. Значит, но предварительно, вот перед всем этим процессом, вы должны составить гипотезы. Гипотезы, то есть, они призваны улучшить какую-то часть сайта, в которой у вас возникли вопросы. Соответственно, пользователи не могут найти личный кабинет, там, какие-то, после какого-то объекта на странице не вызывают затруднений. Вот, и, там, много можно перечислять этих гипотез, вот, но лучше тоже выбрать где-то около, порядка пяти, там, тире десяти. Ну, уже, соответственно, в зависимости от того, сколько элементов хотите протестировать. Значит, следующий этап, после такого основного тестирования, которое происходит там, в пяти-семи человек, это тестирование уже на большей аудитории, и в этом признанном решении, принято считать обэто-стиром. Значит, обэто-стиром. Если мы посмотрим на определение Заменте, которое, кстати, имеет стандарт, официальный ISO, значит, это степень некой эффективности. Раз это степень некой эффективности, то это показатели. А показатели можно измерить. Значит, я, то есть показатель, он некий такой, в данном случае принято считать конверсией показателя. Значит, конверсия – это отношение количества пользователей, достигших какого-то определенного результата. в общем, чтобы посетителей данной страницы и сайта. Значит, основная идея по тестированию – это сделать две версии, ну или больше, сайт, страница какой-то определенной, и расправилить поток пользователей таким образом, чтобы было поровной вот этой вот той части, и, соответственно, после этого снимаете метрики, все нужные, там, какие-то цифры, там, все какое-то, то есть, где, например, там, блок, он больше кликает, где-то меньше, вон, найт устроить уже дальнейшее ваше действие и получение вашей результати. Значит, инструменты, которым нужно это сделать, являются довольно популярными, в принципе, можно, ну, с первой игры из Google уже узнать список этих инструментов, тут, значит, указаны первые три, они платные, в принципе, более-менее, их стоимость как-то признана эффективной. А вот последний Google Content Experience, он бесплатный, в принципе, то есть он работает из модуля аналитики. Что-то у него там, там, три буквально момента, три этапа делается, эта страница, которую вам нужно сделать, значит, протестировать, поставить скрипт, который сгонимет этот сервис и просто запустить. Вот примерно так он выглядит, то есть там будет вкладка «reporting», и снизу где-то там мяяя. И задам, где-то, в onexperiments. Вот такая страница откроется. Сюда вы заберете на чекл.у. вашей страницы, там, нажимаете старт. Тут есть небольшой ролик, как что-то сделать в быстром уровне. И дальше там будут два шага, то есть код получить и разместить его, и все. Еще один инструмент — это Яндекс.Метрика. Очень интересная штука, то есть это такая совокупность разных инструментов, там идут различные оценки посещаемости, прочее-прочее, но есть один интересный, это RedWidzer. Значит, этот инструмент, он, по сути, записывает все движения пользователя, зашедшего на вашу страницу. То есть там, помимо того, что просто движения там указаны, с какого образа, откуда он там, что-то такое, сколько он провел времени, то есть учитывается даже, если он переключил, допустим, в кратку с вашей страницы, то есть это все переукидывается, вплоть до окончательного ухода со страницы, то есть закрытия вкладки. То есть он такими вот линиями, вышка двигается, там, если какие-то поля секстовые, там что-то нажимается, тут будет такая окошечка, что там, да, мнение, что пользователь что-то набрал, вот и все такое. Ну и перейдем к таким кейсам небольшим. Которые покажут, как различные компании увеличили, там, то есть еще, ну, какое-то определенное действие, которое они хотели увеличить за счет различных способов, например, там, звенит цвет какой-нибудь кнопочки или что-то такого вроде. Вот, к примеру, компания МД, это один из их старых сайтов, они, значит, решили себя как-то внедрить в социальные сети, то есть там сделать себе рекламу и все такое, вот, и они поместили на своих страницах вот эту вот плашечку социальные экраны, которые приземлили расширять контент. Значит, они тестировали ее в различных частях, то есть сверху, это там сбоку, там снизу где-то, но наибольший прирост вот этих всех окончательных действий, то есть шаринг непосредственно, произошел, то есть в левой части, и цифры там где-то заоблачные, там больше 3600 процентов, то есть из-за чего сразу такая цифра. Значит, дают стрим сервис. Ой, тут видно, наверное. Значит, у них сверху была иконочка. Значит, что это за иконочка? Тут трудно, на самом деле, сказать. Какой-то квадратик с треугольничком. Ну, ладно. Но когда они добавили сюда надпись Broadcast, они добились 12-процентного прироста их регистрации. То есть там есть основная какой-то вот у них аналитический инструмент, основная страница, и у нас останется с измененным текстом. И вот приходим к нашему, скажем так, белорусскому кумандройнеру. Очень забавная ситуация у них. Вот это как-то сейчас так выглядит и главная страница. То есть здесь интересный элемент. Это какой-то заголовок, показывающий, что собой представляет данное предложение. Там какой-то текст и call to action, так называемый. То есть кнопочка, которая призвана на следующее какое-то действие. То есть люди ждут регистрацию. Но немножко вернемся время назад. То есть одна из их первых версий. Значит, страница с планами, тарифами. Тут вообще все плохо видно. Значит, слева у них там был текст написан мелким где-то шрифтом. И второй параграф, он там вообще незаметно был. Но когда они его, значит, увеличили цвет основного, значит, цвет параграфа и увеличили шрифт основного заголовка, который представляет информацию о том, что вы 14 дней получите бесплатно, они добились просто 38% к администрации. Значит, другое. На той же странице они поменяли заголовок, который, ну, то есть описывая, что это за страницей, как и что вы на ней можете найти. Тут тоже плохо видно, но, то есть тут было предложение сформулировано так, что, то есть, описана какая-то некая проблема и, соответственно, ее решение. То есть, значит, вы там ищите какой-то сервис, мы вам его предоставим. Соответственно, 34% прирост. Значит, тоже вот это и главная страница с виду, а справа новая переработка. Соответственно, половину элементов повыкидывали, оставили заголовок, call-to-action, видео, все. И там какие-то отзывы, ну, отзывы никто не читает. Тем самым они добились в 33% то есть еще того, что убрали все лишние элементы и оставили только те, которые реально нужны у страницы. Ну, они решили еще упростить более процесс регистрации, то есть сменив кнопку, которая призвана, соответственно, редирективная страница с регистрацией, на непосредственную форму. То есть там логин, пароль и там сабмин что-то. Но пользователи такие стали привилетливыми и у них количество регистраций снизилось на 72%. Почему это связано, как-то на самом деле трудно объяснить. Тут надо уже более какую-то такую обширную тему затрагивать. Есть дебри и все такое. Сразу так расскажешь. Значит, еще один такой момент интересный. Когда у вас настройки есть видео, вы учитываете, что пользователь может находиться на работе. А директор стоит какой-нибудь за спиной, он же не будет смотреть видео на ВЗПП. Соответственно, к этому вы добавляете какое-то описание, которое будет меньше находиться на втором экране уже после основной прокрутки. Второй, третий и так далее. То есть, что вы представляете, как это сделать и все такое. То есть, там раньше не было такого. Тут они сделали, значит, такой модуль. И, соответственно, 22% привез к регистрации. То есть, за счет вот таких вот, скажем, даже простых манипуляций. То есть, как смена формулировки заголовка, там, какого-то добавления контента. То есть, 300% это, по-моему, цифра очень хорошая, я бы сказал. То есть... Можно еще раз что-то его понять? Здесь, просто на левом экране, здесь просто видео. Я сижу на работе, я не хочу смотреть видео. Я приду домой вечером и смотрю. Но... Или да, не могу смотреть. Или меня там заблокировали, там, не знаю, видео, там, все что-то, не знаю. Но, то есть, да, если я домой, например, приду, там посмотрю, то я там могу не заказать этот продукт. Соответственно, а тут они добавили контент снизу, то есть, описывающий, что это за страница, то есть, что в этом... По сути, что там в этом ролике было описано. То есть, как зарегистрироваться, там, какие преимущества и все такое. Соответственно, я это почитал, такой думаю, а тут два клика, хоп-хоп, зарегистрировался, там, заплатил, и все будет. Ключевые кейсы с сервисами с киншотом. Ключевые кейсы с сервисами с киншотом. Потому что есть видео. Да, да, все верно. Отмечательство с сайта. Для военных. Короткая лента, а тут буквально два дня назад, там, какой-то сборник выдался инструмент, какой-то заберете, и там, прочее. То есть, там, в аэрофрейминг, там, еще что-то, короче, там, вообще, там, все. Запишите, сфотографируйте, как хотите. То есть, в принципе, да. Все. То есть, что я хотел сказать, то есть, ну, основная идея какая осталась. Делайте продукт для людей. Не для машин, не для кого-то. То есть, для, какого-то, какого-то сервиса, там, еще что-то, чтобы она вас корректировала. А делайте это достаточно для людей, чтобы они видели, что вы о них заботитесь. То есть, вы никогда их, там, не обидите, ничего такого с ними не сделаете, нехорошего, что они потом будут вам писать, ах, какие-то такие хорошие, зачем вы там и там кто-то сделали. Все в ваших руках, ребята. Спасибо. Так, вопросы с ними? Макс. Скажи, пожалуйста, почему в докладе произобидите столько косяков все изобидите? Ну, это надо конкретный случай рассмотреть, я не знаю. Что ты имеешь в виду? Красиво. Нет, на самом деле, реально, нужно смотреть каждую страницу, тестировать каждый элемент, каждый метрик, вот, и снимать показатели, и, там, все, все такое. То есть, там, очень долгий процесс, на самом деле. Почему такая сложная ссылка? Ее можно было сделать, спасибо. Петли, юзабилити, инструментс, там, тулс, не знаю, что-нибудь. Ну, юзабилити, инструментс, это больше, бог в чем владеет, тулс. Сфотографируйте слайд, в чем-то. Тут на прошлом так и делали, по-моему. Но на каждом слайде была новинка, и там все, народ споткал. То есть, проблем нет. Привет, Макс. Ну, тут, скорее, комменты и вопросы. Первое, то, что ты сказал, человек случайно идет по коридору, это не то же самое, что за холл-вей тестинг? Да. Окей, слышно? Да. Это, вот, Джоэльс Польский, SEO Stack Overflow, советовал один из способов тестирования, вот, холл-вей тестинг. То есть, идет случайно человек, и ты должен его заставить пользоваться своим предложением, но, вот, практически, когда он о нем ничего не знает. Не то ли ты сам о нем веду? Тут немножко идея в том, что ты сначала даешь какие-то пользователи установки, то есть, что ему нужно сделать, прежде чем, ну, возьмет руки этот листок с теми скриншоками, которые надо. То есть, дайте ему установку, там, положи таблетку, возьми, ну, там, купи ножи, купи еще что-нибудь, зарежь мне, не знаю. Окей, а еще вопрос, вот, насчет левой колонки с большим вниманием к ней, и то, что правая колонка игнорируется. Это же, по-моему, сейчас уже есть такое правило, что пользователь, да, не видит правую колонку практически, потому что там всегда реклама и прочие вещи. То есть, ну, грубо говоря, в Москву у пользователя блокировка стоит на правой, на тот капитал, который... Да, да, все верно. Ну, то есть, это был, вот, есть, ну, да, да. Или что, какой слайд? Праймд, который... Праймд, да. Ну, то есть, да, в том-то и дело, что, то есть, они тестировали различные расположения, соответственно, по всем частям. И, ну, да, соответственно, правая часть, она как-то редко, возможно, то есть, фиксируется глазом человека. Как неважно, да? Ну, соответственно, вот, в левой части, там, природа, там, любить их шарингов, там, мимоверный какой-то. Ну, и последнее, то, что, вот, ты говоришь, форма снизила регистрация. Но ведь это, по-моему, тоже так, то есть, народ не найдет формы. Это вот есть, как бы, ключевая причина. То есть, когда только предложить человеку ввести что-то, он сразу это, скорее всего, закроет и не захочет даже буквально. Вопрос в связи с форумом, это вообще очень важная тема. Это не тема одного доклада, это, там, множество числов рассуждений и все такое. Ну, то есть, здесь основная идея, какая сначала на главной странице, должны просто предоставить человеку свыку на эту, соответственно, форму. То есть, это будет человек сделать это действие, то есть, будет идти на эту форму. Вот. Соответственно, если он перешел, то тут, наверное, процентов, ну, может, 30 где-то. Есть вероятность, что он дойдет до конца. Окей, спасибо. Ну, это цифры хорошие. Потому что есть цифры, там, в 3-4 процента, я думаю, это как-то совсем не серьезно. Ну, как вдруг вообще формируется, например, все сайты, например, для IT, например, берутся только айтишники, или берутся и другие профессии, или как-то есть какие-то принципы, то есть ты в курсе. Это, то есть, ну, совершенно свободное видео. Вот я могу еще взять эту вот часть зала, так сказать, там, тестируйте. Мне кажется, там, ну, хозяйка, там, не будет, там, заходить на другую сторону. А кто будет пользоваться этому, в общем, в сайту, в итоге? Ну, не думаю, хозяйка, я думаю, какой-то... Ну, нужно тоже, как бы, то есть, ориентироваться в большей степени на ту целевую аудиторию, которую ваш продукт там предназначен. По поводу формы, вот, мне кажется, просто применяющим. Мне, там, сразу придумать себе, там, никнейм, было бы тяжело. Поэтому, как-то, как-то, не хочется заходить. Ну, технически, на самом деле, сейчас уже можно и просто ими вести, и чтобы по этому не заходить. То есть, ну, а так, вы, наверное, видели, когда вводите какой-то там логин, там, который хотите придумать, у него там подсказочки, что там тот либо занят, и какие-то нам выборы еще предоставляли. То есть, можно выбрать из того. Ну, на самом деле, это не проблема, но, не знаю, то есть, в основном, сейчас, как использовать еще имейл. Просто есть имейл и пароль, все. Больше никакой информации нет. Ну, в среднем, да. То есть, сначала нужно пользователю ставить, зарегистрироваться, а уже дальше просто на него, там, всю данную его уложивать. То есть, различными методами. То есть, я не знаю, там тоже гимификация. Например, если когда делать, там, какую-нибудь каркасочную картинку, там, начали с какой-нибудь, там, где-нибудь, какой-нибудь персонаж выпрыгивает, то есть... Правильно. Неправильно. Вот эта форма, нет? Неправильно. Это я вам в том, что там выставляю сверху эти копеек. Неправильно. Элемент гимификации может быть, но не тот, который вы описываете. Потому что яркие картинки и выпрыгающая хрень сбоку, она отвлекает внимание от основного процесса. Значит, если, кстати, форма большая, ну, необходимо. Допустим, необходимо на первых порах большая форма, так? Самый простой способ – это стимулировать пользователя какой-нибудь халявы, который может получить благодаря заполнению этой формы. Очень хорошо сделано в Яндекс.Диске. Вот заполните это поле, опаньки, вы заполнили, вы получили еще дополнительно 100 мегабайт пространства. Короче, заполнил форму – получил 1 гектар. Ура! Вот таким макаром можно стимулировать пользователя. Да, да, все верно. То есть, ну, я на вытуре гимификации, что, то есть, все персонажи, это такое на уже... То есть, определенный набор в аудитории. На том же Lingua Neo, по-моему, там этот линжон напрягается, но как-то им пользуется там, они вон сколько уже подняли 2 миллиарда, что ли, естественно, мы же говорим о фокус-группе... Целевой аудитории, прошу прощения. Мы говорим о целевой аудитории, которую, ну, предполагаем, как она будет себя вести. Если мы делаем сайт, допустим, для бизнесменов, и будет выпрыгивать утенок какой-то... Ну, вы же знаете целевую аудиторию, вы не будете делать бизнесмены, вы челка как-то еще. Ну да, но элемент гимификации все-таки и для бизнесменов нужен. Ну, так понятно. Ну, соответственно, для определенной целевой аудитории свой определенный элемент гимификации. Это как бы на Яндекс за диски там не сделано. То есть, там запомнили, о, плюс тысячи, там, мегабайт, ура! Ну, можно определять целевую аудиторию и делать, соответственно, ей, то есть, на основе вот этого анализа этой аудитории делайте какие-то выводы по состоянию гимфикации. Я еще хотел добавить довольно интересный, не кейс, скажем так, способ привлечения аудитории, целевой аудитории для тестирования. Мне он очень понравился. Просто-напросто. Ну, я знаю, что моим сайтом будут пользоваться, ну, грубо говоря, бухгалтерам, да? Я, значит, открываю сайт работодателя, ну, типа работа-банки, ну, примерно, да? Ищу бухгалтеров, которые ищут работу и предлагаю, звоню ей, предлагаю, типа, вот поработайте с моим сайтом, а за это я вам заплачу так 50 баксов. И люди, которые ищут работу, за три часа своего рабочего времени они вам столько найдут, что вы даже захотите, не захотите дальше работать. Вот, это очень нехороший способ, ну, опять-таки, я финансово стимулирую целевую аудиторию, причем та целевая аудитория, она хочет работать, она хочет ваши, эти получат деньги, они очень много найдут в вашем сайте. Это вот, как бы, из практики, очень классный способ. Особенно на наших широтах. А как идея, когда ты потом отдашь деньги? Ну, ну, так, пришел, пригласил, заполнил анкету и предложил, они прямо перед тобой, можешь даже записывать на видео и правильно будешь делать, и все, и отдашь, там, этих 50 баксов, допустим, в среднем проложил. Все, все сделаю, все! Ну, спасибо! Идея хорошая. Деньги будет стоять. Ну, я... Ну, я... А зачем платить, там, группе крутых, там, тестировщиков, когда я могу, там, Васю Купкину взять и сказать, я тебе, там, ну, 20 долларов, там, ну, это много, 20 долларов, да? Он все тебе сделает, когда ему надо работать, когда ему нужны деньги. А группая группа тестировщиков может заниматься другими задачами. Кофе? Хлеб убирает. Вы не знаете, как еще. Так. Уже надо такое обсуждение, я пошел. Еще вопросы, можно? Отлично. Спасибо за доклад. Очень понравились уцкейсы. У меня такой вопрос, собственно, откуда они взяты? Ну, что, можно сходить, почитать? Еще больше? Ну, тут такой сборник. Единственное, по квадрокеру, это я связывался с ребятами, и, то есть, они предоставят. Вот. А остальные, то есть, у них, по-моему, на сайте где-то там было. Элитки на это дело. Ясно, спасибо. У меня такое пытание. Той сайт, который дал в сумме прирост 300%, он угол ли, что продает, и другое. 300% это продаж, все это минометно чисто регистрации. Значит, сайт, он больше ориентирован на, точнее, сервис, он больше ориентирован на все зарубежные страны, там, в Америку и все такое. То есть, они делают какие-то контактные предложения. То есть, такой сервис, быстрой сборки этих предложений. Ну, в наших фиротах, оно практически, наверное, не используется. Я помню, даже, как-то ребята с квадрокерами выкладывали на YouTube ролик, где они ходили по Комаровскому рынку и спрашивали, а вы боитесь квадрокеров? Значит, просто так не знаю, что это такое. Что это такое? Ну, я вам поговорю, то есть, нет ни для наших фирот, это все на зарубежных заказчиков ориентировано. Нам трудно это понять. Вот роллер, это такая штука, чтобы отсылать коммерческие предложения. То есть, вы составляете этот документ, отправляете его по e-mail у заказчика, он открывает ссылочку, там красивое коммерческое предложение, он может на него согласиться сразу, поставить электронную подпись, это сразу все подтверждено законом, и параллельно снимается аналитика, то есть, в какие он страницы смотрел, сколько времени на них потратил. Но еще вопросы по конкретно вот этим цифрам, да, тут мерилась конверсия в регистрации, то есть, сколько людей зашло, сколько из них зарегистрировалось на сайте. А теперь объясните аудитории, что такое коммерческое предложение? Это для того, чтобы понять, почему это не для наших широт. Для наших широт. Для наших широт. У нас есть очень классный заказчик в России, наш клиент, который нам на каждое время такой классный фидбэк присылает. По ему можно считать. Есть клиенты, просто их немного. Ну, на Лападе это больше развито, больше денег, поэтому просто больше я не теряюсь. А вот эти ссылки на видео, какое видео, зачем там видео? Это видео на главной странице, оно показывает просто, ну, такой, быстрый тур, типа, что этот продукт умеет. Да, вообще цель этой страницы продать людям код роллер, чтобы они зарегистрировались. Код роллер. Код. Код. Код, наверное, не стал. Код это что-то вроде... Цитата. Нет, дословно это цитата, но в этом контексте это такая штука, вот вы их что-то продаете, вам клиент говорит, give me a call, это, типа, выставь мне ценник, выставь мне предложение. Вот, и я... А что по базару? Это было веселое видео на стартапу, я рекомендую посмотреть. Очень угодно. Ну, серьезно. Вообще, этот кейс, по нему делал заклад наш, Витя, который непосредственно это делает. И... Или напишите мне, или в группе метапа я выложу, есть слайд еще конкретно по этому кейсу. Это нужно подробно посмотреть. Ну, платишь когда не инспирируется? Это SaaS, Software as a Service, то есть вы платите за подписку, месячная плата, то есть там... Возможность рассылать коммерческие предложения через наш сервис. Ваши? 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 Ваши коллега… Сьerved? На этих заказов которые предполагали заработаны. Как люди не боятся って как другое форма сажались квотносторонние цesses? Ну, смотрите, в первых, эту информацию никому не шарить. Это просто, ну знаете, чтобы завязали с этих параллель. Понятно, но я бы подпишись на какой-то документ, где там стоят большие тысячи долларов, например. Занимался бы, они... Да, они уже производят конкуренты. Как будет заказчик? У заказчика отправлять коммерческие предложения. Да, через сервис. Через сервис, ну, у него приватный линк, во-первых. То есть этот линк, чтобы кто-то узнал, нужно ему передать насильно. Во-вторых, вы можете еще к тому же запаролить. доступ к линк в обличном. Ну, то есть это не такая, знаете, тюроповодная некая глянца, когда я подсылаю. Я бы пока... У вас ГТ пропановы у вас избирается, да? Извините? У вас в базе избирается ГТ пропанова суммами? Ну, конечно. Конечно. А в податковую вы их передаете? Это... То есть у податковую мы их конкурентам. Так, первый отряд досады на вашей посуде. Мы не сделаем никаких финансовых операций, поэтому мы не обязаны ничего подавать. Вы не обязаны. А как долго его закрывается? Вечно. Ну, пока нам клиент платит. Пока он платит, коммерческие предложения у нас доступны ему. У них там цифра, доллар и вот много цифр. Что это значит? У нас столько денег, клиенты закрыли коммерческие предложения через наш сервис. Суммарно. То есть все наши клиенты. То есть это не что-то кому-то... Ну, это килограммы умножили на картины, получилось много цифр. Классно. Ну, смотрите, есть коммерческие предложения. Это продать слона за тысячу долларов. Вот человек нажал так, поставил электронную подпись. Вот это тысяча долларов. Она учитывается здесь. А у них написано там 25 тысяч компаний. Когда-то подписались на это все. Ну, да. А там еще ниже там подпись? Ну, я не помню, что у нас касательно главы написано, и у них нет. Нет, надо патрулить. Патрулить много людей. Ну, здесь про любовь. Вот. А можно удовлетворить? Вы фактично, как сказать, вы выступаете за рамками, что это подписы, как сказать, юридично-значные. Это, да. А информационное, ну, сведение клиента с маршином старшеком, это ваша задача? Нет, они... То есть они просто чисто подписывают прозвас свои сделки? Да, да. Ну, у нас есть еще один продукт. Как раз у нас сегодня будет докладчик четвертого доклада, который... Его непосредственно разрабатываем, называется PandaDoc. И вот он сконцентрирован именно на электронной подписи. То есть это главная задача. Потому что здесь у нас все-таки коммерческие предложения, фокус немного другой. А там именно электронная подписи. Я думаю, когда мы дойдем до этого доклада, можно будет еще больше обсудить. Ну, знаете, это такая классическая стартап-стория. На самом деле, но... Я в компании работаю недавно, но... Наши два фаундера, неутомимых, Сергей и Никита, это их заслуга. Они, ну, как паровоз все это сделали. Ну, я просто не могу в двух словах описать. Может, это будет какая-то чем-то? Будет, они регулярно рассказывают. Думаю, вы можете даже нагуглить. Опять же, я могу или вам лично, или фотогруппу кинуть ссылки где-нибудь, где статьи, где они рассказывают. Пускай сюда приходят какие-то говорить. И на этой химистической ноте... Ну, наверное, мы закончим. Спасибо. Перейдем.